Ас-саляму алейкум и рахматуллаху баракатул, уважаемые братья и сестры. Перед тем, как мы начнем урок, хотел бы сделать некое напоминание. Сегодня четверг, уже заходит пятница. Аллах, субхану ата'аля, в Коране, в сурате Лахзаб сказал «Инна Аллаха ва малаикатаху юсалюна алян-наби, я юга ладзина амену, саллю алейхи васалиму таслима». Поистине, в чтивишне Аллах, субхану ата'аля, и его ангелы делают салават за пророка Мухаммада, салаллаху алейхи васалям. То есть, Аллах начал с самого себя, и потом обратился к верующим, не до шараф, это обращение почета. О верующие, то есть, к нам с вами, братья и сестры, делайте салават за пророка Мухаммада, салаллаху алейхи васалям. И самый лучший день, дабы делать салават за пророка Мухаммада, салаллаху алейхи васалям, это Явмульджума, это пятница. Как сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейхи васалям. Поистине, самый лучший из вас, для вас из дней, это пятница. Побольше в этот день делайте за меня салават. Это как некое такое напоминание. В этот день, в пятницу, побольше мы должны с вами произносить салават пророка Мухаммада, пророка Мухаммада, салаллаху алейхи васалям. Мы в прошлый урок, в понедельник, взяли две суры, тафсир двух сур, аль-нас и аль-фаляк. По идее, у нас сейчас должна быть 112 сура, сура аль-ихляс. Но те, кто с нами был в месяц Рамадан, мы в Рамадан сделали тафсир этой суры. И вы можете найти у нас там в инстаграме, на страничке, иншаллах, посмотрите. Сейчас возьмем 111 суру, суру аль-масадды. Сура аль-масадды переводится как пальмовые волокна. Перед тем, как мы возьмем тафсир эту суры, хотелось бы прочитать ее на арабском языке. После этого сделать перевод, а потом уже, иншаллах, разобрать эту суру. 111 сура священного Корана, сура аль-масадды, пальмовые волокна. Всевышний, субханаху ате аля, сказал, бисмиллахи рахмани ррахим. Пять аятов. Перевод этой суры. Да отсохнут руки Абу-Ляхаба, и сам он уже сгинул. Сам он уже погублен. Не помогло ему богатство, и он ничего не приобрел. Он попадет в пламенный огонь. Жена его, Абу-Ляхаба, будет носить дрова, а на шее у нее будет плетеная веревка из пальмовых волокон. Уважаемые братья и сестры, перед тем, как взять тафсир этой суры, мы должны понять, что эта сура говорит о двух людях. Абу-Ляхаб и его супруга. Давайте сначала разберем, посмотрим, кто такой Абу-Ляхаб. Почему называется сура аль-масадды, пальмовые волокна? Потому что Аллах упомянул это слово в этой суре. Упомянуто это слово пальмовые волокна, и так она называется. Есть два вида чтения Кыраата. Мы в Кыраате Асим читаем Лахаб. Но также есть другое чтение Лахаб через сукун. Не через Фатху, Лахаб, а если Лахаб. Пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалям, читал Таббат Яда Аби Лахаби Уватаб. И также читал Таббат Яда Аби Лахаби Уватаб. Также, с точки зрения Кыраатов, в четвертом аяте Хаммалатал. Есть в другом Кыраате Хаммалатул читается. Это такая небольшая фаина, небольшая польза с точки зрения чтения Кыраатов. Абу-Ляхаб. Кто такой Абу-Ляхаб? Его имя Абду-Л'Узззэ. Настоящее его имя Абду-Л'Уззэ. Раб Уззэ. Был такой идол у Кырашитов, которые поклонялись, язычники поклонялись. Идол назвали его Абду-Л'Уззэ. Назвали его Раб Уззэ. Абду-Л'Уззэ, ибн Абду-Л'Мутталиб, ибн Хашим, ибн Абду-Л'Манав. Абду-Л'Уззэ, ибн Абду-Л'Мутталиб, ибн Хашим, ибн Абду-Л'Манав. дядя пророка Мухаммада со стороны отца. У посланника Аллаха при его жизни, когда он стал пророком, было четыре дяди со стороны отца. Это Хамза, это Аббас, это Абу Талиб и Абу Лахаб, Абдул-Уззе. Дяди его делятся на три категории. Одна категория его дяди, которые приняли ислам и помогали пророку Мухаммаду салаллаху алейхи вассалям. Это Хамза и это Аббас. Они оба приняли ислам. Но Хамза лучше, чем Аббас, говорят ученые. Почему? Потому что он раньше принял ислам и первый сделал хиджру с пророком Мухаммадом салаллаху алейхи вассалям и был, как вы знаете, стал шахидом на битве при Ухуд. Пророк Мухаммад салаллаху алейхи вассалям сказал, хайру с чухадами Хамза. Самый лучший шахидов это Хамза рада Аллаху ану. Аббас рада Аллаху ану также принял ислам, но однако он после Хамзы рада Аллаху ану. Вторая категория его дяди, которые не приняли ислам, но помогали пророку Мухаммаду салаллаху алейхи вассалям, это Абу Талиб. Он не принял ислам. Перед смертью посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям говорил, о дядя, скажи, я буду за тебя заступником в судный день. С другой стороны сказали, о Абу Талиб, ты хочешь отойти от пути Абдулму талиба, ведь он поклонялся идолам. И он так не сказал и умер. На поклонение идолам. Тогда Аллах Субхану Аталии спасал аяты пророка Мухаммаду салаллаху алейхи вассалям, иннак аля тихадима нахбабта, ва лакинна Аллах няхадима яша. Даже ты, поистине ты, Мухаммад, не можешь поставить на прямой путь того, кого ты любишь. Только Аллах может поставить того, кого пожелает. И за то, что он оберегал посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям, даже будучи неверующий, Аллах Субхану Аталию готовил от любви И посланник Аллаха, ему самое легкое наказание в аду, но оно вечное. Это то, что он будет гореть не полностью, а только по щикалке в огне. Или, как говорят, сандалии из огня, от которых будут кипеть его мозги. Это самое слабое наказание в аду. Пускай Аллах всех нас убережит. Третье, это его дядя, который не принял ислам и враждовал с посланником Аллаха, именно Абу Ляхаб. Помимо этого, у него еще были дяди. Аль-Хариф, Зубейр, Муковвим, Дырар, Абдул-Ка'ба, Хиджель. Но они не застали пророчества посланника Аллаха, саллаллаху алейхиму ассалям. То есть, умерли до того, как он стал пророком. Некоторые из них даже не видели посланника Аллаха, как его отец Абдуллах. Когда он был в утробе своей мамы, он уже умер. Несмотря на это, Абу Ляхаб, когда родился пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиму ассалям, он освободил своих рабов. Из-за радости, что родился племянник. То есть, его отец умер, Абдуллах. Но он из-за радости, как бы, обрадовался, что у него сын родился. И отпустил рабов. Однако, Аль-Умур Тагайрат, со временем все поменялось. И он начал враждовать посланником Аллаха, саллаллаху алейхиму ассалям. Его вражда началась на рынке Зильмаджаз. Тогда у арабов было три основных рынка, где они собирали их, где они покупали что-то. Зильмаджаз, Укказ и Зульмаджанна. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиму ассалям, призывал калиметы Таваид. К слову единобожия. Ла Иляха Илля Аллах. Однако, он везде ходил и сказал, не верьте ему. Даже если он не принял ислам, будучи дядей, он должен был ему помогать, как остальные все из Бану Гашима. Все они помогали посланник Аллаха, саллаллаху алейхиму ассалям, даже если они не приняли ислам. Однако, вот этот Абу Лехаб, Абдуль-Уззе, он что? Он единственный тот, кто враждовался посланником Аллаха, саллаллаху алейхиму ассалям. У Абу Лехаба было четыре сына. Старший сын У Абу Лехаба, он тоже враждовался посланником Аллаха, саллаллаху алейхиму ассалям, и когда собрался пойти в Шам, то перед этим он сказал, я пройду мимо Мухаммада, перед тем, как отправлюсь в Шам, и скажу ему плохие слова, от которых ему будет плохо. И пришел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхиму ассалям, и сказал ему такие слова, от которых стало тяжко посланнику Аллаха, и сделал такие дела, даже я стесняюсь упоминать эти дела, на что пророк, саллаллаху алейхиму ассалям, сказал, Аллахумасаллит алейхи кальбан мин келябик. О, Аллах, натрави на него собаку из твоих собак. И тогда был рядом его дядя Абу Талиб и сказал, ма агнака я ибна ахи'ан хади да'ва. То есть, о, сын моего брата, Аллах же ответит на твою дуа. Ты такой, Абу Талиб, даже если он был не мусульман, он знал, что Аллах ответит на дуа пророка Мухаммада, саллаллаху алейхиму ассалям. Когда он пришел в Шам, Утейб, сын Абу Лахаба, остановился, дабы отдохнуть. Тогда ему сказали, то есть, это место, опасное место, чтобы здесь отдыхать. Однако, они устали, остановился, и он вспомнил дуа, которую сделал посланник Аллаха, саллаллаху алейхиму ассалям. И тогда сказал своим друзьям, оберегайте меня. И легли спать, и все рядом вокруг него легли. Он был в кругу, то есть, защищен среди своих друзей. И тогда Аллах, Субханава Таля, послал льва ассадан. И он пришел, этот лев, шамма вахидан вахидан. То есть, каждого нюхал по одному, и когда он понюхал Утейбу, он понял, что это Утейба, и съел его. Разгрыз его, разорвал его этот лев. Его дуа была принята посланником Аллаха, саллаллаху алейхиму ассалям. Что касается остальных троих его сыновей, это Мута'иб, Утеба и Дурра. Мута'иб и Утеба, они приняли ислам Явмульфатих. Когда было открытие Мекки, и хорошо, как бы, вели себя в исламе правильно, вели его, то есть, помогали посланнику Аллаха, саллаллаху алейхиму ассалям. Шахидами аннаби, саллаллаху алейхиму ассалям, Явмухунейн, в битву при Хунейне, были вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхиму ассалям. И тогда пророк, саллаллаху алейхиму ассалям, фариха бихим кафиран, очень был рад, что его родственники пришли в ислам. И многие из Аллибейт, из Бану Хашима, присутствовали на этой битве. Также Дурра, он тоже принял ислам. И вообще, Бану Хашим, это был раасум фи ль инм, раасум фи чуджаа. То есть, они были, то есть, основой в знаниях, они, то есть, были храбрым народа, то есть, клан Таипа, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхиму ассаляму. Что касательно самого Абдуль-Узза, Абу-Лахаба, почему его назвали здесь Абу-Лахаб? Его отец, Абдуль-Муталиб, сказал, что его назвал Абу-Лахаб. Лахаб переводится как пылающий, то есть, светящий. У него было красивое лицо, несмотря на то, что он был верующим, его лицо сияло. И сказал, Рабиа ибн Уббад, Я увидел, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхиму ассалям, призывал людей к словам, За ним стоял человек с прекрасным, светлым лицом и говорил, Не верьте ему. Тогда я спросил, кто это? Это его дядя Абу-Лахаб. Также люди, среди людей, его звали по его кунии, по старшему сыну. Обычно, то есть, как вот куния, например, у меня есть три сына, старшего зовут Сулейман, меня зовут Абу-Сулейман. Если у кого-то из братьев, то есть, там, старший сын, по сыну называется, там, Абу, такой-то, Абу-Мухаммад. Если жена, умму, например, Сулейман, мама Сулейман и так далее. Его звали так. Но, однако, Аллах, Субхану Ва Та'Аля, в Коране его проклял по имя Абу-Лахаба. К этому сейчас тоже вернемся. Когда Всевышний Аллах, Субхану Ва Та'Аля, не спослал аят «Призывай и остерегай своих близких родственников от наказания ада», тогда пророк Мухаммад, это было во втором году по хиджри, пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, вышел среди людей и забрался на гору. Абу-Хурей, рада Аллаху Аля, говорит, что это была гора Сафа. Приводится то, что хадисы Абу-Хурейла на гору Сафа. И начал взывать «Я сабаха», «Я сабаха». То есть взывать «О, люди, о, люди, соберитесь». Все собрались. И тогда он сказал, «Верите ли вы мне?» Они сказали, «Наам, да». В другом реваяте сказали, «Мы никогда тебя не сдавали лжецом, ты никогда не обманывал, когда был и маленьким, и когда взрослым». И тогда сказал посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, «Если я вам сейчас скажу, что за этой долиной, имеется в виду Мекка». Почему? Потому что в Куране, в Сурате Ибрагим, приводится то, что Аллах, субхану алейхи вассалям, сказал, приводит слова Ибрагима, алейхи вассалям, где он сказал, «Рабби, инне асканту мин дзуррияти бивадин гайридзи зара». Ибрагима, алейхи вассалям, сказал, «О, мой Господь, поистине я оставил свою семью в долине», то есть в Мекке, где ничего не растет. Тогда, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Если я вам сейчас скажу, что за мной, за этой вади, за Меккой, за этой долиной собралось войско, которое хочет восстать против вас». Вы мне поверите? Вы мне поверите? Они ответили, «Наам, да». В другом ревейсе, «Мы никогда тебя лжецом не видели». На что пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине я увещеватель для вас от сильнейшего наказания». То есть призывает к поклонению одному Аллаху, субхану атехали. Все они его слушали, кроме одного, Абу Лахаба. На что он сказал, «Таббан лека, будь ты проклят». Сказал посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, «Таббан лека, будь ты проклят». «Алихада джама'атана», «Ради этого ты нас собрал всех». В другом реваяте, «Таббан лека саиральяун», «Будь ты проклят до последних своих дней». «Алихада джама'атана», «Ради этого ты нас собрал». Тогда он ушел, покидал эту местность, и все за ним люди пошли. И тогда Аллах, субхану атехали, уважаемые братья Анзеля, не спослал эти аяты. Во втором году похитили, на что Аллах, субхану атехали, «Таббан лека, будь ты проклят, Абу Лахаб, и сам он уже сгинул». То есть так стало. То есть как будто Аллах, субхану атехали, ответил за посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Кто ты такой, чтобы проклинать Мухаммад? Не, не он. Ты проклят, Абу Лахаб». И так Аллах, субхану атехали, разозлился, обиделся, «Ты проклят, Абу Лахаб». И так он уже сгинул. То есть это случилось, это совершилось. То есть все, другого варианта нет. Аллах, субхану атехали, переводится как «Хасира», «Халека», «Хасира», то есть уничтожен, «Халека», уничтожен, «Хасира», в убытке, то есть проклят, все. Именно сказано, да, сохнут твои руки, будут прокляты твои руки. Почему руки? В реваяте сказано, «То, что он своими руками кидал камнями в послание к Аллаху, субхану атехали, поэтому будут прокляты, отсохнут его руки». И так же, говорится в Тасире, где указаны руки, значит, сам весь он. Например, Аллах в Коране говорит, «То, что наказание вам за то, что сделали ваши руки». Имеется в виду не руками только, а имеется в виду то, что всем телом. То есть он полностью проклят. Аллах, субхану атехали, ответил за послание к Аллаху, субхану атехали, в первом атехали, в этом «таббать яда, аби лахаби ваттар». Да, сохнут твои руки. То есть ответил за послание к Аллаху. Нет, не Мухаммад проклят, по твоим словам, Абу Лахаб. Ты проклят, я тебя проклинаю, говорит Всевышний Аллах, субхану атехали. Почему Абу Лахаб? Почему Аллах, субхану атехали, здесь не сказал «таббан яда, абдуль-Уззе», как его и зовут. А Абу Лахаб. Почему Лахаб? Первое, что «кун не бигадава штухер», потому что его отец так назвал, и его именно узнавали по этому прозвищу, по прозвищу Абу Лахаб. То есть если бы сказал Аллах, субхану атехали, будет проклят Абдуль-Уззе, все бы задавались вопросом «какой Абдуль-Уззе?» Много Абдуль-Уззе. А Абу Лахаб, именно его знали, что именно он Абу Лахаб. То есть как Игана, как бы Аллах, субхану атехали, издевается, чтобы все его знали за то, что он так проклянул посланник Аллаха, чтобы все знали и не перепутали, что именно этот Абдуль-Уззе, вот который Абу Лахаб, он проклят. Второе, говорится то, что это мунасаба, то есть это как в следующем аяте, в третьем аяте говорит «сайя с ла наран, за талахаб». Опять пришло это слово, то есть он попадет в пламенный огонь, сияющий пламенный огонь. Лахаб. Так же, как его было лицо сияющее. То есть здесь есть состыковка в словах. Другое ривая то, что «исмуху ширки». То есть его настоящее имя с ширком связано. Абдуль-Уззе. Раб не Аллаха, а раб идола Уззи. И Аллах не хотел бы, чтобы в Кур'ане, в священной книге, было бы упомянуто рабы, каких-то идолов и так далее. Именно рабы Аллаха. Поэтому Аллах, субхану атехали, сказал Абу Лахаб. Во втором аяте Всевышний Аллах, субхану атехали, сказал «Ма агна анху ма лугу ва ма касаб». Не помогло ему его богатство. Он был очень богатым. За это его уважали. И он ничего не приобрел. То есть ничего не приобрел. «Ма касаб». Здесь два тавсира есть. Первое «истифхаман». То есть Аллах, субхану, как будто задает «Ма истифхамия». Аллах, субхану, задает вопрос. «Ма агна анху ма лугу ва ма касаб». То есть что помогло ему? Чем помогло ему его богатство? И то, что он собрал. В другом же «ма анафи». «Ма анафи». «Ма», которое отрицательно. «Ма анафи». То есть ему ничем не помогло его богатство. И оба тавсира, они похожи между собой. Поэтому, что касательно его богатства, то у него было богатство. А что касательно слова «ма касаб», то, что он приобрел, здесь говорится «джа». Его положение в обществе. То есть у него было высокое положение в обществе. У Абу лягаб. Ему это не помогло. И также второе, говорится, что то, что он приобрел, это его дети. Если посмотреть «Утейба», то он умер неверующим. Его сгрыз лев. Он сам себе не сможет помочь в судно-денье. Как он может помочь самому также неверующему отцу? Остальные три сына «Утеба», «Дурра» и «Мута'и», они приняли ислам. И они никакого отношения после этого к своему отцу не имеют. То есть ничто ему не помогло. И не поможет в судно-день. «Он попадет в пламенный огонь». То есть «син саяслана». То есть «карибен». Скоро-скоро попадет он. То есть это ничто не изменит уже слово Аллаха. То есть он все. Аллах, Субхану Ва Тааля, уважаемые братья и сестры, когда Аллах не спасал эту суру, Абу лягаб еще жил 10 лет после этого. Но Аллах, Субхану Ва Тааля, что сказал? «Саяслана рандзата лягаб». То есть он попадет в пламенный огонь. То есть все, он не спасется от огня. И Аллах, Субхану Ва Тааля, когда что-то говорит, «Ла мубаддилали калимати». В Коране сказано, «Ничто слово Аллаха не сможет изменить». И ученые говорят, что это из «и'джазу нубува». То, что это из чудес, пророчества посланника Аллаха, саллаллаху алейсинам. Посмотрите. Он и жил 10 лет. Он мог бы принять ислам. Аллах мог бы раскрыть его сердце. Ведь в его положении таком же и в его возрасте были другие много. Как, например, Хамзе. Он принял ислам. Абу Суфьян. Он принял ислам. Сафуан бин Умайя. Принял ислам. Но, однако, он не смог принять. Как будто Аллах Суфьян все зафиксировал, проклял его и сказал, «Все, ты в аду». С другой точки зрения ученые говорят, если бы он хотел бы сделать так, чтобы люди не поверили в Коран, он мог бы обмануть. Взять Коран и сказать, «Смотрите, Аллах Суфьян сказал обо мне, то, что я в аду, то, что я принял ислам, соврать, солгать. И моя жена тоже принял. Но даже этого Аллах Суфьян не позволил ему». И так он умер. Аля-ль-Куфр. Умер на неверие. В следующем аяте, «Вамраатуху хаммалата л-хатаб». Есть кират «хаммалату» и есть «хаммалата». Ну, это не будем сейчас уходить в кират. Это другая тема. Его жена будет носить дрова. Имеется в виду дрова. Сейчас мы поговорим об втором человеке, который упомян в этой суре. Первый, Абу Лахат, мы разобрали о нем. Его жена, Умму Джамиль. Ее звали Умму Джамиль. Это тоже была ее кунья. Но, однако, ее настоящее имя Урва бин Тухарб. Ибн Умайя. Ибн Абду Шамс. Ибн Менаф. Она родная сестра Ухту Абу Суфьян. Родная сестра Абу Суфьяна. Она была, уважаемые братья и сестры, их клан, их тей был великим. То есть, среди арабов. Они у них было, то есть, всех уважали. То есть, она была как, ходила как принцесса из такого, то есть, ее отцы, ее род такой был серьезный. Но, однако, после того, как Аллах их проклял, она обиделась. То есть, представляете, все сахабы читают про нее читают то, что его жена будет носить дрова. Что имеете дрова? Здесь тоже есть два ревоята. Некоторые ученые говорят, что дрова это намима. Она ходила бин намима. Такая была женщина на сегодняшний день, к сожалению, многие тоже такие бывают, передавала слова. То есть, например, от одного услышал что-то плохое, а другом берет это и идет к тому и говорит, слушай, этот про тебя так сказал. Да ладно, там отвечает, он ему так, берет эти слова туда, чтобы стравить, чтобы люди поругались. Это великий грех. Как сказал Фудайли бин Айяты, рахмаху Аллах, ягудду л'аммал, салих, три вещи, которые, благие дела, человек, который совершает, аннулирует. Аль-гиба, ан-намима, и кэзиб. Аль-гиба это гиба, когда человек о ком-то за спиной говорит плохо. Второе, ан-намима, когда человек передает одни слова другому, дабы их поссорить. И третье, аль-кэзиб, обман. Вот эти три вещи аннулируют благие дела, когда жена его услышала, и второе, то, что хаммалят аль-хатаб, то, что она на себе будет нести дрова, то, что при жизни она носила дрова, колючки, кидала на пути посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Когда услышала эти аяты умму Джамиль, она хотела, взяла камень и хотела найти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, дабы бросить от него этот камень из-за злости. Тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сидел рядом с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. И умму Джамиль проходит, ищет пророка. Абу Бакр, он сказал, «Я расулу Аллаху алейхи вассалям, это умма Джамиль, жена Абу Ляхаба, ищет тебя в ее руке камень». На что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Оставь ее, поистине она меня сейчас не видит». И подходит, рядом сидит пророк Мухаммад с ним Абу Бакр она не видит послание к Аллаху и обращается к Абу Бакру где твой друг, то есть Мухаммад он то есть обо мне сочинил стихи Абу Бакр сказал то есть он не поед чтобы сочинять о тебе какие-то стихи это были не стихи, это слова Аллаха, проклятие Аллаха дуа по отношению к тебе и к твоему мужу на что она тогда ответила и сказала скажи ему, когда ты его увидишь то что она сказала ответь ему она хотела сказать Мухаммад но Аллах не позволил ее языку сказать слово Мухаммад ошиблась имеет ввиду Мухаммада ослушались мы Мухаммада то есть имеет ввиду Мухаммада его религию мы отрицаем то есть и от его повеления к чему он призывает мы отдалились, оставили и ушла тогда пророк Мухаммад Абу Акр сказал Мухаммад то есть Мухаммад она тебя не увидела то есть Мухаммад я Мухаммад я не Мухаммад я не Мухаммад Аллах даже не позволил ей сказать мое имя и в последнем аяте Всевышний Аллах Субхану А.С сказал на ее шее то есть у нее будет плетеная веревка из пальмовых волокон то есть имейте ввиду на ее шее Некоторые ученые разногласят в этом аяте что имеете ввиду в этом некоторые ученые говорят то есть судно-день грешники и неверующие будут на себе нести свои грехи самое тяжелое уважаемые братья и сестры что человек будет нести на себе и в этой жизни вечно это грехи самое тяжелое что можно поднять поэтому мы должны избавляться если человек согрешил ослушался он должен делать благие дела попросить у Аллаха тяуба Аллах в Коране сказал инна лхасанат юзибина сайяят поясни благие дела стирают плохие дела самое тяжелое это нести на себе грехи но основное что здесь Аль-Мурад основное что здесь Аллах Субхану А.С хочет сказать то что она ее муж в аду навечно то что она ее муж будут в аду прокляты и в аду навечно уважаемые братья посмотрите Абул Ахаб он был дядей пророка Мухаммада не спасло его даже родственные связи если он не уверовал в Аллах поэтому если человек был такой как Беляль например был рабом был эфиопцем то есть он был не из клана арабов однако он Субхану Аллах Муэзин Аллах как его возвысил Аллах Субхану Аллах он первый Муэзин в исламе приближенный к посланнику Аллаха Субхану А.С обычный был раньше раб темнокожий не из арабов а здесь из такого великого клана люди их уважали Абул Ахаб уважали среди арабов то есть серьезный клан богатые люди жена его из такого дома из такого тейпа но однако они стали униженными потому что они не уверовали в Аллаха Субхану А.С и не пошли за пророком Мухаммадом Субхану А.С все их богатство их дети которые они воспитали они потеряли хасеру все потеряли и ничего им не поможет в этот судный день поэтому эта сура нас учит тому что какого бы положения человек не достигал в этой жизни если в его сердце нет веры в Аллаха если он не следует за Пураном если он не следует за сунный посланник Аллаха Субхану А.С каким бы богатым он ни был какое бы положение в обществе не было не спасет и не поможет ему ни в этой жизни и не вечно да сохнут руки А.С и сам он уже сгинул не помогло ему богатство и он ничего не приобрел он попадет в пламенный огонь жена его будет носить дрова а на шее ее у нее будет плетеная веревка из пальмовых волокон это то уважаемые братья и сестры о чем мы сегодня хотели с вами поговорить 111 сура священного Курана сура Аль-Масад Павли Моевы Волокна да Аллах Субхану А.С и в следующие дни иншаллах так встречаться я думаю помилился Аллах в понедельник у нас будет тавсир следующей суры также 8 часов по московскому времени также мы в сторис иншаллах в этот день поставим объявление баракаллафикум да хранит вас всех Аллах субхану ата'али да Аллах субхану ата'али всем баракат на сегодняшний день такой вот вирус идет вот такие как бы пандемия у нас тоже мечети на поклонной горе мы держим расстояние друг от друга масочный режим алхамду лля пока мечеть дала чтобы она не закрывалась и была открыта берегите себя близких наша религия это то есть мы та умма нахуд бил асбад мы та умма которая берет причину чтобы защитить себя от тех или иных болезней Аллах в Коране говорит вы сами себя не бросайте в уничтожение сами же себя своими руками не уничтожайте поэтому берегите себя берите причины иншаллах и полагайтесь всем сердцем на Аллаха знаете одно то что Аллах дает исцеление то что Аллах субхану ата'али посылает болезни то что к Аллаху субхану ата'али наше возвращение и все будет хорошо иншаллах до следующих встреч Субхану ата'али Субхану ата'али Субхану ата'али